Итак, вы должны очень нежно, по-доброму и аккуратно относиться к тем людям, которые стремятся к знанию, и даже не намекать им на то, что они должны меняться. Даже намёка не давать. Потому что ваше правило такое – примите человека рядом с собой, потому что он ваша судьба. И это принятие, это называется первая стадия изменения в его сердце. Вот вы приняли человека, что значит? Молились, молились, старались, старались, бегали, прыгали, и всё, вроде могу с ним жить. Приняли. Вот с этого момента, как вы приняли, это называется доброта, состояние сознания, с этого момента вы сможете. Он уже начинает меняться. Вот вы его просто приняли, он уже будет меняться. Близкого человека невозможно перевоспитать, потому что он является твоим наказанием. Чем больше ты наказания воспитываешь, тем хуже. Допустим, с тобой рядом стоит палач, и ты говоришь, ты жестокий человек, палачу. Он говорит, сейчас разберёмся, ложись, сейчас будем голову отрубать. Он говорит, так не сейчас же. Теперь придётся сейчас. Нечего было выступать. Ну, то есть, если ты, как бы, своему палачу начинаешь на него орать, результат какой? Ещё хуже. Ну, то есть, ты не понимаешь, что близкий человек тебе дам. Для чего? Для того, чтобы тебя мучить. Что ты же что-то набедокурил там в прошлом. А если бы ты не бедокурил, ты бы вообще на землю не попал. Родился в раю где-то там, и там ангелы вокруг тебя бы окружили. А здесь ты попал на землю, и кто тебя окружает? Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. Вот. Итак, если вы увидели, что вы начали развиваться, работать над собой, и все восстали вокруг вас, это значит, что ваша судьба прошлая. Вы в прошлой жизни не хотели развиваться. Бунтовали против этого. И Бог вам показывает вас в прошлом. Он говорит, вот смотри, как ты себя вёл. И все бунтуются, говорят, не надо тогда идти, это плохо. И вы идёте дальше. Приходит время, все успокаиваются. А потом дальше они начинают меняться сами. А потом дальше за ними, кто идёт, тоже начинают меняться. У меня этот веер уже настолько сильно разросся, что у меня меняются мои одноклассники, с которыми я вместе учился. Они мне звонят, говорят, я меняюсь. Я начинал меняться. Одноклассники, одногруппники, дальше, дальше веер расходится. Моя двоюродная сестра два года слушала мои лекции, живая в Израиле. Два года слушала мои лекции. И не знала, что это я. Ей подружка сбрашивает лекции, она слушает, как ей нравится. И она потом, через два года, говорит, а кто вообще читает? Ей подружка говорит, его зовут Тарсунов Олег. Она говорит, может быть, это мой брат. Взял, а видео смотрит, точно. Прикольно? Я поехал в Израиль, никогда не ездил, чтобы специально, чтобы там лекция организовала, чтобы с ней встретиться. Мы не с ней виделись только, когда были маленькие дети. Сейчас дружим. Все соединяется, когда человек благостно живет, у него все меняется в жизни. Но ему надо вот этот переходный этап пройти. Переходный этап очень болезненный. Потому что люди в благости, когда они из страсти в благость переходят, они вместе с собой страсть туда несут и становятся на время фанатиками. И в это время начинают рушить все вокруг. Они говорят, вы же эти неправильные лекции надо слушать. Ну, то есть на всех нападают, бросаются, мучают всех вокруг. То есть это страшные люди вообще. Страшные просто очень. Вот. Поэтому нужно этот этап фанатизма смягчить как можно сильнее. То есть надо стараться в себе это гасить. Никого не мучить, никого не трогать, всех успокаивать. Если у вас говорят, ты что, прямо в секту попал? Да нет, я просто вот этим интересуюсь. Даже если вы уже в секту попали. Надо так им говорить, чтобы они ни в коем случае не расстраивались.